Уважаемые друзья, коллеги, Башкирский государственный педагогический университет имени Миттахедина Акмулы. 2023 год. Это год педагога-наставников. А у нас этнокультурным компонентом мы празднуем свои даты в рамках Российской Федерации. 21, 22, 23. Что дают эти даты? Скажите, спросите. Я вам отвечу. Первая дата. Это 55-летие со дня основания Башкирского государственного педагогического университета. Это 190-летие со дня рождения Башкирского поэта и просветителя Миттахедина Акмулы. Это 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Это этнокультурный компонент мы справляем в Республике Башкортостан, посвященный Году полезных дел для малой Родины. Год науки и просвещения всемирного курунтая Башкир в Республике Башкортостан. Это 100-летие со дня становления Министерства спорта Республики Башкортостан. И наш Акмулинский университет второй раз открывает всем вузам Российской Федерации свои гостеприимные двери. Всероссийский форум-конкурс «Учитель будущего поколения России». И ваши герциновские студенты приезжали к нам в Уфу. Скажите, это было клево? Да, я считаю, что это было клево. Я не сказала, что вы видите. Вот видите, вы можете показать на видео эмоции. Я была на этом, я только что не запомнила. Смотрите, мы встречали гостеприимно, это было 30 студентов 3-4 курсов, 2 из 25 педагогических вузов России. И с новых российских территорий приехали к нам в Ашкирию. Также, очень отрадная новость мы с вами привезли. Это наш Акмулинский университет выиграл 60 миллионов рублей. Здесь эмоции отбирают. Мы выиграли грант создания образовательного класса среднего профессионального образования Центра педагогических компетенций в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Где же вы можете посмотреть наши достижения, гранты, грантовые заявки? Конечно же, на официальном сайте БГПУ имени Мефтокедина Акмулы. Также в рамках сетевого партнерства «Современные технологии раннего развития Федерального центра поддержки профессионалов» мы сотрудничаем с коллегами Шатлинского государственного педагогического университета. Также в кафедре дошкольного и начального образования. И даю Марии Васильевны Лазаревой огромный привет. Также у нас это Липецкий государственный университет. И хотелось бы отметить, что командой нашего университета под руководством ректора Сагитова Салавата Толгатовича и нашего директора института педагогики Баранилова Ирины Геннадьевны мы выиграли, кстати говоря, компатриот, эксперт, профессионал. Это всероссийское движение «Молодые профессионалы». Мы выиграли бронзу среди восьми грузов России по компетенции дошкольного воспитания. На региональном, внутригрузовском, внешнегрузовском мы выиграли первые места и вышли на Россию. И вот почему мы знакомы с девушками по компетенции дошкольного воспитания. Мы приняли межгрузовский чемпионат из Мордовии, из Липецка, из других городов. К нам приезжали на наши площадки дошкольного воспитания. Это профессиональное мастерство. А также на кафедре дошкольной педагогики психологии мы организовываем стажировочные площадки, в центре развития компетенции в рамках инновационных площадок готовим baby skills, junior skills, молодые профессионалы и навыки мудрых. Все эти коллеги, студенты, педагоги, школьники в рамках профессиональных проб, когда 6, 9, 11 классы школьники проходят подготовку и сдают демонстрационный экзамен в рамках психологопедагогических классов Акмулинского университета и профессиональной пробы. Соответственно, мы подготовили с нашей командой наш девиз. Музыка нас сопровожает, ведет в цели. Греча расцветает, как секция наших детей, студентов и школьников. Каждый вечер, и П всегда, как путеводная звезда. И то же самое с напором, как у Зайфогибанной. Еще раз! И П везде, и П всегда, как путеводная звезда. На базе нашего Акмулинского университета. На базе Технопарка профессиональных и профессиональных педагогических компетенций. Центр развития компетенции Акмулинской академии развития везде и семейного образования СОТЫ. На базе Центра развития группы, педагога, школьного образования. И также на базе ТЭР-АСТРС Акмулинского университета, где осуществляется доп. образование по разному множеству студий. То есть это, например, мультипликация, робототехника, музыкально-художественное образование и многое другое. И у нас все занятия лабораторные практически проходят на базе наших детского сада и школы внутри университета. И зачетный экзамен мы сдаем в формате демонстрационного экзамена. И тогда у нас идет допуск на практику в реальные детские сады и школы Центра образования. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы есть? Демонстрационный экзамен, пожалуйста, скажите, пожалуйста, где вы берете участников демонстрационного экзамена? Да. Значит, участники демонстрационного экзамена – это наши же студенты. То есть у нас не в формате просто вопрос-ответ-зачет, экзамен. А студенты в течение трех часов готовят определенное задание. Это разработка технологической карты, презентация, интерактивные игры, дидактические игры со смарт-бодом, смарт-бодом, интерактивный клуб, интерактивный клуб. Интерактивная панель. Роботы дети. Планетарные. Соответственно, у нас дети сначала на волонтерах, демонстрационный экзамен на волонтерах. А чемпионат уже с реальными детьми, которые входят в нашу академию развития, Технулинскую академию. И непосредственно уже квазипрофессиональную мастерскую. То есть настоящие дети в настоящих условиях. Санпины соблюдают рекламу времени, проветренное помещение, территорию, техника безопасности, потому что это электричество, это зрительная гимнастика, динамическая пауза и так далее. Волонтеры, это наши студенты первого курса, например, третий, четвертый выступают, первый, второй выступают, помогают, они учатся. И эксперты, компатриоты, это у всех у нас есть удостоверение на право проведения демонстрационного экзамена чемпионата, которые допущены и умеют соблюдать регламент профессионального мастерства. Агентство развития навыков и профессии «Мы профессионалы». Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.